Друзья, всем привет! Мы на первой международной выставке «Мир охоты и рыбалки». Рыболовная выставка в Москве. Это новая весенняя выставка, которая теперь будет проходить, мы надеемся, тоже ежегодно. В первый раз на ней посмотрим, что там интересного. Друзья, всем привет! 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 Сколько такие окуляры стоят? От 4 до 6 тысяч. Получается наша авторская работа. Обалдеть. Хочу такую шляпу. Пожалуйста. Ну давай, если шляпу хочет. Все регулярно. Это дизайнерский ход Сергей Николаевич. Все ему нужно что-то оттянуть. Ну что, супер, бери. Реально, что-то. Помоги, качки, печки всегда молотые. Вот, ну, болотай. Здесь носит алкоголь, да. Ха-ха-ха-ха. Кипячки на своем ремонте. Друзья мои, у меня несколько дублей уже, что-то с камерой не то получается. Итак, друзья мои, мы на стенде, мы на стенде Акума. Стенд в этот раз здесь крайне маленький. Из-за того, что выставка, в принципе, получилась, ну, как бы, это первая выставка, она спонтанная. И компания Акума здесь не успела полностью представить полный ассортимент. Но здесь на выставке сейчас есть определенные новинки. В том числе серия Guide Select, которая имеет большую линейку разноплановых спиннингов с разным направлением. Моя одна из моих любимых палок, которую я уже протестил, это палочка DropShot с тестом до 21 грамма, по-моему, да она? Да, да. Вот. Палка реально очень универсальная. Подходит под разные виды ловли, под лублерочки. Изначально сделана, как по названию, DropShot. То есть это, в принципе, какие-то такие оснастки, типа DropShot, да, джиговые какие-то, микроджиг. Палка очень чувствительная. Но также я еще и подтвичивал. Подтвичивал и 60-е, и 70-е, отлично, и твичутся, значит, приманочки. И ловил также на микроджиг. Вот. Сейчас вот Василий, представитель компании, вкратце немного расскажет. Значит, в очередной раз у нас несколько дублей, к сожалению, получилось, связанное с камерой. Вкратце о данных палочках. Добрый день. Да, в принципе, наша компания приняла такое довольно-таки спонтанное решение принимать участие в этой выставке. Мы привезли буквально два стенда. Один с удочками, один с катушками. На удочках мы акцентировались на стопроцентные новинки 2023 года. Главной новинкой этого года от компании Акуму будет удилище Guide Select. Широкая линейка от Ultralight до Extra Heavy. То есть, там вы можете найти удилище для ловли небольшой рыбы на мелкие приманки. Ну и также всевозможные удилища есть и для ловли бигбейтами, джерббейтами. То есть, линейка перекрывает абсолютно все направления текущей рыбнеловли. Удилище сделано из какого карбона, что там? Да, пару слов буквально на ТТХ. Остановлюсь, то есть, удилище сделано из карбона японской компании Torei. Тоннажностью 30-40 тонн. Катушка-держатель Fuji. Катушка-держатель Fuji. Кольца Seagite. То есть, максимально качественные компоненты в этом ценном сегменте. И удилище получилось очень легким, стройным, приятно в руке лежит. Ну и приятно то, что практически любой рыболов под любую свою какую-то тематику, речку, любимую приманку может подобрать оптимальное удилище. Выбор реально большой в этой серии. Значит, гарантия, да? Гарантия, да, два года. У нас есть парк запчастей. Мы рассматриваем гарантийный, негарантийный случай. В любом случае, вы сможете починить то удилище, которое вам подарило какой-то драйв, адреналин, кайф. То есть, поймали бы самую крупную рыбу, может быть, для него. Вообще, у компании Акума не только на удилище гарантия. Гарантия распространяется на всю продукцию компании Акума, в том числе и катушки. Групп летняя гарантия, друзья мои, помните. Если, конечно, это гарантийный случай, если это что-то, грубо говоря, заводское, Квани Нормарк предоставляет вам сервисный или ремонт, или в то же время замену каких-то, значит, там, или запчастей, или непосредственно полностью снастей. Да, еще хотелось бы сказать, что так как я знаю, что у Ильи большое количество подписчиков, которые любят троллинговую рыбалку в России, и в этом году будет новинка катушка Магда со счетчиком, который будет отображать информацию в метр. Потому что раньше это была футовая единица измерения на всех счетчиках Акумы, то есть сейчас это будут метры, и рыбакам будет удобнее контролировать свои приманки, длину отпуска и так далее. То есть это будет более информативно. Это будет именно в этом году начинаться с модели Магда ПРО. Ну, тут сейчас поговорить об удилищах без удилищ, на сколько лет? Короче, есть небольшой секрет. Ну, как секрет. То есть, в принципе, компания Акума скоро предоставит рыболовам, в том числе, как бы троллингистам, на выбор несколько удилищ более мощных. Это будут джерковые, да, или какие удилища? Ну, там будет, на самом деле, разный ассортимент. То есть, во-первых, будет ассортимент такой джерковый, скажем так, там, бигбейтный, да, и также будет еще ассортимент удилищ, ну, что-то типа инлайна таких, ну, легкий морской троллинг, ну, или же классический наш такой астраханский троллинг. Да, то есть все знают, что после чего я не использую именно при своей ловле троллинга, да, троллинг в один спиннинг, я не использую именно профессиональных троллинговых удилищ, которые реально не подходят. Ну, я считаю, что не подходят для троллинга в один спиннинг, потому что профессиональные троллинговые удилища, это все-таки морской троллинг, и там типаж удилищ и совсем другой. А я подбираю удилища более жесткие, с таким, как бы, быстрым строем, и спиннинги должны быть более звонкие. Точнее, не более звонкие, а звонкие, чтобы нам чувствовать, полностью контролировать приманку, ход событий и чувствовать малейшие судачьи тычки, особенно, когда мы ловим судака. Ну, и жесткие удилища должны быть для того, чтобы мы еще, грубо, могли моментально просечь того же самого, ну, ту же самую клыкастую морду. Вот. И так что аккума уже в этом году, да, все появится? Да, в этом году все появится, все уже приехало, подъезжает. Да, будут интересные варианты, которые мы с вами чуть позже посмотрим, и, возможно, я смогу взять на тест и показать вам это дело все на воде. Все, друзья мои, сейчас еще пару слов, не буду задерживать больше Василия, пару слов сейчас еще по стенду пробегусь, и побежим дальше. Немного я задержусь и покажу вам одну из моих любимых катушек. Это катушка компания Акума, катушка ситрикс в 300-м размере. Если на нее поставить силовую ручку, друзья мои, я просто рекомендую, это бомба. Она очень легкая и силовая катушка. Единственное, без счетчика. Ну, я ловлю с мультиколором уже очень давно, и как бы уже отпускаю приманку, как говорится, чуя уже какой-то вот, есть какая-то чуйка, да, отпуска. То есть я даже не смотрю и не знаю, насколько отпускаю. Вот, поэтому я ловлю очень давно уже без счетчика. Это ситрикс, очень рекомендую. Если поставить свою силовую ручку, это просто будет бомба. И здесь представлена еще 300-я комода, комода СС. Это тоже офигенная катушка, но она более дорогая, возможно, даже более тяговитая. Катушки от патроллинга 300-й серии реально рекомендую для тех, кто любит именно низкопрофильные. Низкопрофильные катушки, они чем хороши? Удобно держать, удобно держать легкие палки. Вообще, в принципе, при установке низкопрофильной катушки у нас хват получается более удобный, и рука меньше устает. Вот, допустим, Василий рекомендовал катушку бюджетную. Это Magda Pro старая, да, которая многим известная, или, допустим, там, как вот, Лексы какие-то есть, там, пародия на Magda Pro. Но, значит, они бочонки, и довольно-таки долго ловить тяжеловато, неудобно. Так что всем рекомендую использовать низкопрофильные катухи. Ну, а там, как говорится, дело каждого. Все, двигаемся дальше. Друзья, нашел на выставке еще одну, значит, интересную палочку. Она не сильно, конечно, прям подходит под халкообразной приманкой, под сильно упористой, но, в принципе, имеет право на жизнь, под бандосы, да, и под халки, наверное, в принципе, в определенных условиях палка подойдет. Это что-то, наверное, типа Авачи. Ну, похоже, только Авачи более тяжелые, это более легкая палка с курком, кастинговая с длинной рукояткой. Палочка от бренда Nautilus, от компании Nautilus Monster Pike. GB серия, размером 2 метра, 2 сантиметра, с тестом 100-150 грамм. Низкие колечки, курочек, палочка очень легкая. Также на стенде Nautilus я наткнулся на интересные катушки. Безонарционные, мультов, к сожалению, нет, но есть бюджетные, безонарционные катушки. Сейчас я вам их немного покажу. Ценник там в пределах 3000 рублей. Также есть интересные палки лайтовые. По лайту, допустим, я люблю головля погонять, кое-что здесь себе посмотрел. Ценник тоже очень гуманный. Треллинговую палочку я вам показал. Тоже палочка стоит что-то в пределах 5-6 тысяч рублей. Но я считаю, что это куда дешевле. Причем палка реально с очень... Ну, видно, сделана из хорошего карбона, с хорошей чуйкой. И сделана очень грамотно, она легкая. Итак, давай сейчас немножко по лайту пробежимся и по катушкам безонарционным. Так, Коля, я здесь уже на выставке особо мало, что можно показать. Здесь есть несколько интересных стендов. Вот один из них это как раз данный стенд. Так, друзья, вот представитель, даже не то, что представитель, это непосредственно разработчик палок, в том числе и палка, который я показал для троллинга. Ну, она сделана изначально для... Да, она изначально делается под биг бейты. Ловлю на крупный силикон и все, что с этим связано. Но есть в линейке и джерковые модели тоже. То есть это специально. Основная фишка всех палок на Утилус это специализация. То есть каждые палки делаются для определенных целей и конкретных задач, способов и видов ловли. Да, ну и, как вы знаете, у меня лично, у меня лично нету конкретных троллинговых палок. Если уже взять опять немножко зайти в троллинговые палки, то я выбираю как раз джерковые, пилкерные палки, какие-то под биг бейты палки или, допустим, морская тематика какая-то, допустим, ответственного бортового джигинга. Так что данная палочка идеально подходит. А сейчас мы хотели бы поговорить о катушках и о лайтовых палочках, которые я вот отложил и хотел бы поделиться тоже судьбе. Начнем, наверное, с катушек сначала, да? Вообще, в двух словах расскажу о концепции, почему они вообще появились и что это за катушки. Основная задача была собрать самые современные, новые технологии, в том числе касается этого дизайна, и поместить их в определенный ценовой сегмент, а именно в бюджетный ценовой сегмент. На мой взгляд, важные в наше время. И однозначно нам это удалось. Сейчас покажу несколько из них, на мой взгляд, наиболее интересных. Ну, начнем условно там с какого-то топа, да? Это в данном случае топовый сегмент Nautilus. Nautilus Arta. В чем ее особенности, почему она, на мой взгляд, настолько интересна и при нее стоит рассказать. Во-первых, это металлический корпус. Корпус металлический, важно, я считаю, по крайней мере, и многие рыболовы согласны, что он добавляет общей чувствительности снасти. Можно назвать эти катушки звонкими. То есть, действительно, металлические корпуса, помимо надежности, добавляют еще общей чувствительности снасти. Она полностью сделана из металла. Металлическая ручка, причем вкручивающаяся в главную пару. Мы исключаем образование люфта в этом узле. Софт-тач, кноп, очень приятный на ощупь. Семь подшипников. Полая душка, подшипник в ролике или с укладывателя. Общее количество подшипников здесь семь. Air-ротор облегченный. И еще немаловажная отличительная особенность, это мощный, у более увеличенного диаметра шток из нержавейки. И набор фрикционных дисков рассчитан на 12 килограмм. То есть, конкретно эта катушка... То есть, по-настоящему полноценная джиговая можно назвать, да? Ну и дизайн, опять же. То есть, с трех метров можно подумать, что это какая-нибудь новая стелла шимановская. Все в хроме, такое все интересное. Ну или для сравнения, все те же самые плюсы, но в другой. Это какой размер была катушка? Это двух с половиной тысячный размер. То есть, те же самые плюсы, но опять же, посмотрите, какой дизайн. Они все очень современные. Это та же самая катушка, а другая? Нет, это другая катушка, но с теми же фактически параметрами. Тоже металлический корпус, все те же самые преимущества. Размер катушки? Двух с половиной. Но отличительная особенность, подобранная лесоемкость определенная под шнур. Условно под использование более тонких шнуров. Ну, так называемые спортивные шпули, да, S. И лайтовая катушка у вас, по-моему, вот эту я смотрел, тоже очень интересная, да? Да, сейчас. Вот эта, по-моему, да? Расскажу сейчас про них. То есть, у нас целый сегмент, ориентированный на именно лайтовые катушки и ультралайтовые. О чем я говорю? То есть, конкретно вот эта катушка под названием Mark Pro, двухтысячный размер, S-ка со спортивной шпули, полностью выполнена из углепластика, из карбона. Даже ручка здесь углепластиковая и облегченный скелетный кнопок. Эта катушка при своей мощности, она весит 200 грамм. То есть, ее можно ставить там практически на любую лайтовую, ультралайтовую снасть. Нагрузка на фрикцион? Нагрузка на фрикцион, я сейчас так сходу не скажу, вот, потому что там в зависимости от лесоемкости она меняется. То есть, на спортивных версиях с буквой S она меньше, на полноценных двухтысячников она больше. То есть, эта катушка отлично подойдет там от 0,2 каких-то шнуров, самых тонких. В форелевых палках отлично зайдет, в микроджиговых, ну, в любом варианте лайта и ультралайта. Отлично. Есть еще более лайтовые, да? Да, это сейчас, на данный момент, самая легкая катушка у Nautilus под названием Land. Они есть и 500-й, и 800-й размеры. Конкретно она весит 170 грамм. Великолепно работает с самыми тонкими лесками и плетенками. Это и мормышинг, и форель, и все, что с этим связано. И, самое главное, цена. Цена. Эта катушка в рознице стоит 2000 рублей. Такое предложение достаточно уникальное. Ну, катушка надежная? Да, конечно. Все эти катушки, в первую очередь, отличаются своим функционалом. Каждой катушке, в том числе, которую я показывал первые, это был образец. Они уже обловлены, на нее переловлено очень большое количество рыбы. Использовали мы ее и на хэви джиге. Ловила она и на Волге рыбу. И самоснимальные какие бросали? Мы его ставили на 84-ую палку поверху. И, соответственно, палку вырузили так же, там, да, 80 грамм. И абсолютно без проблем. Хотя это 2,5 тысячный размер. Я, как бы, не советую ставить 2,5-ники. Ну, просто... А есть 3 тысячи, 4 тысячи у вас? Да, линейки широкие. Просто представлена в данный момент одна в качестве образца. А все остальное можно, как бы, и на нашем сайте посмотреть. Ну, и в продажу они поступят в ближайшие дни. Когда вот мы сейчас с вами общаемся, может быть, они уже принимаются на складе и скоро будут отгоружаться. Здесь же есть вообще на самом деле еще и всякие карповые, карповые всякие катушки, да, байтранеры и тому подобное. То есть, карп, сазан, то есть... Да, и карп, и фидер, и карп, и фидер. Все это... Фидерная тема, да, есть. Но у нас время мало, нам нужно торопиться. Поэтому давайте сейчас посмотрим палочки еще. Вот я отложил две палочки, которые мне лично понравились, и, возможно, я с ними порыбачу. Это выбрал себе палочки под ловлю головля, окуня, ну, и какой-то, может быть, даже, там, щучки, типа того. Давайте расскажите немножко. Да, то есть ассортимент палок у нас очень большой. И напомню, опять же, что все палки делаются для определенных целей и задач. Ну, начнем, наверное, с новинки, Nautilus Trautese. Изначально она делалась, как стримовая палка, то есть для ловли на течение. И великолепно работает со всеми приманками, которые для этих целей используются. Всякие крэнки упористые, вертушки, цехады, тейл-спиннеры, все, что с этим связано. То есть там, где требуется комфортный заброс легких приманок, вот, и отрабатывание при этом бланка на струе. То есть она великолепно вяжет рыбу. И в линейке есть и более короткие палки для тех, кто, например, любит ловить сплавом, там, делать точные забросы куда-то под кусты. И есть и длинные модели длиной 2,50. Это какие-то береговые истории, там, где нужно сделать максимально дальний заброс. Конкретно эта палка с тестом 2,12. Но она вот подойдет в том числе, и, я так понимаю, будет использоваться для ловли окуня. Головля, да. Головля, да, в первую очередь, для этих условий она, на мой взгляд, подойдет идеально. Ну и дизайн. Сейчас очень часто используют Эву, но здесь сделано все условно по классике, там, японской классике, как они представляют форелевую рыбалку. То есть это теплая пробка класса 3А, материал бланка это торей модульностью 40 тонн. То есть все, что нужно в современной рыбалке, здесь есть. И цена ориентировочно порядка 6 тысяч рублей ее будет. Это примерно так, да. Но при этом очень хорошая характеристика. Это наутилус трутеза. Трутеза, да? Да. Вторая палочка у нас? Вторая палочка. Вторая палочка называется экоизм. Экоизм. В длине 7,6 с тестом 0,1-7 грамм. Лайтовая классика. Ну и пару слов скажу вообще про экоизм. Откуда такое название и что за концепция. То есть при разработке палок экоизм мы полностью отказались от всех технологических процессов, вредных для окружающей среды. То есть здесь уклон сделан в экологию. Здесь нет никаких декоративных элементов, не несущих какие-то функциональные нагрузки. То есть мы отказались от лишнего лака, от лишних декоративных каких-то металлических колец. То есть все, что идет в угоду условно внешнему виду, но не несет никакого функционала. И все это, естественно, в производстве загрязняет окружающую среду. Мы полностью от этого отказались. Здесь остался чистый функционал. Великолепный бланк. Минимальное количество эво. Очень эргономично все это в руке лежит. Палка очень легкая, очень звонкая. То есть конкретно эта палка, она великолепно подойдет под все, в том числе и джиговые какие-то истории, микроджиговые. 76-я длина, ну 2,28. И тест 0,1-7. 0,1 это не маркетинг, она действительно хорошо посылает даже самые легкие приманки. То есть на утилусы крае. Размер ее, цена ее? Цена ее порядка 7 тысяч рублей, если памятник не изменяет. Могу и набрать, лучше там уточним, мы посмотрим. Хотя, хотя, вот, хотя вот. А что фантазировать? 7 тысяч рублей. Вот он цель. Сейчас все это хочу, чтобы понятно было. Скажите, можно ли, чуть-чуть мы... Поткнулись на ПВХ сумки. Под рыбу, вот тут спрашивают сумки. Вот интересная тема. А вот, наверное, серая, да, побольше у вас размером она, да? Да, да. А сколько стоит такая серая? Такая только. Какой размер? Это S 57. То есть есть XS, это вот такие. Надо про автор побольше. Вот, и, соответственно, вот они... Так, вот эта у меня в руке какая? S. Вот, S. То есть нам нужно XS. А XS-то какая? Вот за мной. Вот они. Да ладно, вот там больше... Они больше вот этой? Нет, тебе M нужна. Это S. А, M больше. То есть M больше. А M где представлена? Ну, вот она вот такого размера. Это, ну, не та же модель, но вот... Вот, наверное, Виталь, да? Да, да, да. Вот это прям вообще норм. А, стоп. Нет. А я обманул. Вот, вот. Вот M. Это XS, S, M, вот там L, XL, и XXL. Наверное, все-таки вот этот как вариант, но... Вот это, да, самая такая, более-менее. Это у нас какой получается? S. S, да? Да, то есть это такой с трудом вручную класс. Какой у нее размер? Ладно, 35 литров. 52, 26, 26. Где? Рай снизу, да. Ну, берите, собственно говоря. У нас производство в Москве. У нас сильные там изменения какие-то, индивидуальные пошивки. На хрен. Очень модель, кстати. Длинная мы у меня. А, вот, смотри. А это дешевле, наверное, будет, смотри. Да, конечно. Это дешевле? А вот это сколько стоит? Это как у меня почти. Это у тебя один в один практически. Я все не терял. А поменьше размер есть? Вот, только что поменьше Пукини. Так, она где-то... Вот она. Бля, это как у меня вообще. Практически лежит. Да у меня слезали ее. А когда ты смотрят за мной? Слушай, вот эта тема... Эта M, это такая же размер, как вот эта. Просто она сложенная, а эта как бы сложенная. По габаритам... Ну, она у меня-то по размеру приблизительно такая и есть. Просто другое изготовление идет. Получается, крышки не отрезанные, а параметры те же самые. По новому нормам. То есть, по новому нормам волосства, такая нам не нужна. Где вы? Во! Не-не, во-во-во! А вот такая не нужна? Вот такая? Не-не, тема интересная. Сколько такая стоит? Фанфуга. Ну, реально, люди... 5,150. 5,100. А вот эта сколько? Тоже 5,100? 4,750. Так, вот эта 4,750. Ну, это вот прям такой квадратик. Ну, у нас называется кубик. Кубик. А это мешок, да? Это аурис, это куб. Такая агент. Короче, вот, друзья мои, ПВХ сумки под рыбу. В районе пятака. Это чуть больше пятака. В районе шестей, да? Причем, в основном, в районе пяти. В районе пяти. 5,100, да? Ну, короче, обе сумки приблизительно за пять. Так. Вот так она может сложиться. Ну, она оставляется, надо думать, что все сложится. Ну, и вот такого, на размерах. На модуле. Вот это как-то по... Наверное, поинтереснее, что ли. Да. Вот что интересное, анакс. Это может пристегиваться куда-то, да? Нет, если их состыковать, это будет плечевой ремень. Подемонстрируй. Под нормальную трофейную рыбу. А что нет-то? Что мелочится? Серый, бери координаты. Марыжить будешь. Друзья, мы продолжаем движение по выстике. Правда, это движение, как бы, тут трудно, как бы, сказать. Ну, выставка реально маленькая, аккуратненькая. Надеюсь, в дальнейшем она будет, ну, намного больше. Вот. А сейчас есть уникальный случай пообщаться с организатором выставки и послушать, ну, скажем, так, о, знакомые. Так, сейчас надо задержаться. Вот. И сейчас мы пообщаемся именно с организатором выставки, что нам интересного расскажет. Сергей. А, Сергей? Здравствуйте. Я не понял. А где ваш стенд? Вот он. Вот он. А, все, это непосредственно. Нет, это палатки, которые разрабатываю именно я. Для России адаптируя. Компании Mimeraldur, да. Так, ну, рассказывай. Представлена самая маленькая палатка 2,10х2,10, трехслойная, с одним входом, с маскетной сеткой на дверях. Можно использовать как и зимой, как и летом. Вы скажете, что зимняя палатка летом потечет. Да, потечет при сильном дожде. Но чтобы не потекло, есть специальная накидочка на палатку. Можно сделать палатку и полностью непромокаемой, но тогда она станет как целлофановый вишок, и вы в ней дышать не будете. Палатка должна зимняя пойти, как и безопасно, дышать, чтобы тяжелые газы, угарные газы в ней не скапливались. Поэтому существует дымоход, вентиляция, термостежка, чтобы палатка дышала. Палатки пропитываются зимним слоем водооталкивающим составом 2000 миллиметров водяного столба. Красава! Я туда зайду? Пожалуйста! О как! А я думал, ты здесь со стенда Волжанка. Волжанка на встречу вот не будет. Вот, правильно. Они пусть отдельно стоят. Так, ценник у тебя это розницы, да? Да. Вот так вот, друзья мои. Это новинка у тебя, да? Да, это новая модель. Раньше она была 20-18, ну, метр восемь, 100-метр восемь с размером, но в России она не прижилась. Сделали из нее 2-10 на 2-10. 2-10 на 2-10, да? Да. А так существует 2-40, 3-свойные, 4-свойные, 3-метровые шестигранники, 4х4, 4х2. Вот здесь на стенде все модельки, которые я разработал. Друзья, мы на первой международной выставке «Мир охоты и рыбалки». Случайно, реально, вот как судьба нас свела, очень сейчас редкое интервью будет. Это интервью с организатором выставки, данной первой рыболовной международной выставки. Это конкурент выставки многим известной, которая уже какая там 45-я, да, или какая там 47-я, я уж точно не помню. А это первая, это вообще по сути, это первая международная выставка «Мир охоты и рыбалки». Итак, Ульвия, да, правильно? Ульвия. Ульвия. Вот, сейчас это организатор выставки нам расскажет, ну, идею вообще, почему к этому пришли, почему так близко эти выставки стоят, ну и вообще, в принципе, планы данной выставки, что вы хотите, что вы видите от этой выставки. Спасибо. Я сразу хочу сделать поправку. Мы ни с кем не конкурируем. Так. Площадка большая, Москва, Россия большая. И была потребность второй выставки. Мы это слышали и от участников, и от посетителей. Во-первых, выставка не в Москве, она в Крокусе, это Краснодарск. Повторюсь, мы не конкурируем. Мы просто создали другую выставку. В чем ее отличие? Отличие в том, что, во-первых, площадка очень удобная. В Крокусецпо и для участников, и для посетителей. Это прежде всего. Казалось бы, это не важный факт для выставки, но бесплатная портовка, согласитесь, это большой плюс. Для посетителей, которые выносят, приобретают то, что зачем пришли, и легко могут сесть в машину. Да, большая проблема была на ВДНХ. Да, и на ВДНХ была, и на другой площадке. Здесь этой проблемы нет. Это один момент. Но наша цель, задача создать такую выставку, чтобы это был бы праздник и для участников, и для посетителей. Вот понимаете, мы хотим этого, чтобы люди ждали эту выставку. Что вот в феврале два раза в году нас ждет площадка, где мы все встретимся, познакомимся, найдем новые контакты, заключим контракты. Что для этого мы делаем? Мы, как организаторы, мы открыты к участникам. Мы хотим услышать участника, что не происходило раньше. Это не задача быть коммерческой выставкой, получить от участника что-то и не дать ничего. Вот именно прежде всего, конечно, так как выставка в любом случае, это коммерческая организация, есть задача развиваться, расширяться, но не за счет того, чтобы по максимуму взять с участника и ничего ему не дать. Давайте вам проще. Давайте. И в комментариях обязательно напишите, какие пожелания у вас есть к выставке, потому что реально последние выставки рыболовные, они превратились в какой-то базар, в какую-то ярмарку. Спасибо. Это шикарно. Надеемся, надеемся, что данная выставка в дальнейшем будет совсем другой. Хотя, конечно, без простого базара тоже особо никуда. Люди приходят в мелочевки покупать это. Но главное, чтобы среди этого базара были представлены интересные бренды, международные, петроссийские, продвижение наших российских брендов, самое важное, наверное. Ну и на самом деле, чтобы какая-то была тусовка, чтобы было это интересно. Илья, вот помимо шоу, я вам скажу, мы, вся команда, мы каждый день ходим по экспозиции, мы общаемся с участниками, мы узнаем у них, что нового они привезли. И мы им предлагаем, что если у вас есть какая-то новинка, то, что сейчас сложно же с зарубежными поставками, и многие наши компании переформатировались, находят пути, как это сделать в России. И чтобы их продвигать, и для чего вообще созданы выставки? Выставки созданы для того, чтобы компания пришла на выставку и развивалась. Сколько есть таких случаев, когда участник выходил на 2 квадратных метра, через несколько выставок у него уже 50 квадратных метров. Почему? Потому что на выставке он получил те полезные контакты, через эти контакты он развивался. Ну вот это наша основная задача. Очень важный момент, что мы не хотим только с участниками, мы ждем оптовиков, чтобы они наши контакты есть. Пусть звонят, говорят, что им нужно, какие условия, может скидки в гостиницах для проживания. Мы открыты к общению, мы ждем всех, готовы общаться, услышать и участников, и посетителей, и наших оптовиков. Готовы ко всему. Хотим сделать широкую деловую программу, конференции, чтобы люди делились опытом. Я немножко волнуюсь, конечно, потому что выставка первая, она, я считаю, успешна, хоть бы Илья сказать, что она маленькая, да, я признаю, для первого раза она маленькая. Но у нас планы грандиозные, и мы будем развиваться. Во-первых, наверное, было очень мало рекламы, не знаю почему. Я, на самом деле, тоже узнал, ну, скажем, не так давно, что, оказывается, проходит первая международная выставка, ну, вот, «Мир охоты и рыбалки». И сам тоже, в принципе, особо не готовился к ней. Я думаю, что многие здесь, я сейчас пообщался и из компании «Акума», они не были готовы к этой выставке, но все равно приехали сюда, к партнерам, к своим друзьям, стали на стенде, тоже показали свою продукцию. И так, я думаю, многие. Поэтому в следующем году и, там, через год, в ближайшее время, я думаю, что народу будет только больше. Главное, чтобы было здесь интересно. Да, друзья мои? Спасибо. Главное, чтобы было интересно, чтобы было много-много представителей разных брендов. Особенно, мне кажется, больше российских брендов, друзья мои. Все. Мы рассчитываем на вашу поддержку, вы выставку видели, вы общались с организаторами. Я маленький человек. Давайте сделаем праздник для всех. У нас слоган «Выставка, которую ждали». Мы хотим этот слоган оправдать. Спасибо. Спасибо.